Я тут просто продавец, я мясо закупаю у него, я продаю здесь. Ладно, он предупредил бы. Я вот утром узнал, сразу зашел, нарубил, сколько продам, продам, а остальное что теперь, если забирают, то выкидывать надо же. Продавец Аллахберди киоск только арендует. Теперь ему придется искать новое место для своего бизнеса. На улице Челюскинцев фрукты и мясо незаконно продаваться не будут. Кран беспощадно, с легкостью, словно рука небольшую игрушку, поднимает в воздух торговый ларек. Дальнейшая судьба всех незаконных павильонов и киосков предопределена. Их отвозят на штрафстоянку, откуда их могут забрать владельцы. В противном случае они становятся собственностью городской администрации. Он должен наказать тот факт, что он является владельцем данного торгового объекта, принести документы, оплатить, возместить ущерб, возместить затраты на вывоз как раз, на простой, который он там стоит. На улице Челюскинцев почти все киоски вне закона, а потому в ближайшее время их всех ждет такая же участь. И тогда жители соседних домов смогут вздохнуть с облегчением. Крысы, мусор, а также у нас, так как у нас здесь нет туалетов, то, соответственно, наши торговцы ходят в большинстве своем в подвалы и в подъезды ближайших домов. И вот это, конечно, тем более у нас здесь рядышком находится контейнерная площадка, куда выносят мусор те же самые торговцы. А это, скорее всего, быстро портящиеся овощи, фрукты, а также мясные обрезки. А если уж рыба чистится, выливается туда, то запах здесь, конечно, ужасно поднимается. После того, как улица Челюскинцев освободится от торговых точек, ее сделают зоной отдыха. Засеют газон и установят лавочки и ограждения. А для пенсионеров-дачников выделят специальную торговую зону. Виктория Шаре, Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, Василий Колдашов. События.